Здравствуйте! Задают вопрос. Расскажите, куда уходит душа после смерти, какой путь она совершает, где находится душа у усопших, почему особо важны первые дни поминовения усопших. Во-первых, только Господь Бог знает, куда уходит душа после смерти. Некоторые люди, конечно, имели такой опыт умирания. В науке это называется клиническая смерть. И некоторым из этих умерших людей Господь даровал видеть небесные райские обители. Некоторые люди, пережившие клиническую смерть, говорят, что из того, что обычно описывается, какой-нибудь коридор, свет этого не видел. Но точно могу сказать, что смерти нет. И потом не все души умерших людей будут находиться в одном и том же месте. То есть души верующих людей и неверующих, крещенных и некрещенных. Конечно, все это дело Божье, Бог решать, где кто будет находиться. Но нам дано Евангелие, в котором сказано, что некрещенный водой и духом не войдет в Царство Небесное. Или же, например, в Евангелии от Иоанна также Господь говорит, изыду творившие добро в воскрешение жизни, а делавшие зло в воскрешение осуждения. И тут каждый для себя должен задать вопрос, что доброго я делаю и что доброго я не делаю. Потому что это сам человек должен заботиться о своей бессмертной душе прежде всего. Какой путь она совершает, эта душа? Но об этом мы сейчас немножко поговорим. И главное, что мы должны помнить о том, что наши души, они бессмертны. И, как сказано в Писании, что однажды надлежит человеку родиться, потом смерть и суд. И вот душа каждого человека приходит на свой частный суд. Мы верим в то, что будет воскресение всех мертвых, всех усопших. Господь их воскресит. Тела соединятся с душами. И церковь учит о том, что тела усопших людей восстанут в возрасте Христа. 33 года. Это совершенный человек. Если у кого не было ноги, глаза, чего-то еще был человек лишен, Господь это все воссоздаст заново. Как первого человека отдам из праха земного, он воссоздал и вдунул в него душу живую. Так вот точно с тех мест захоронений, сохранений, мы тело сохраняем до второго пришествия, полагая его в землю. И Господь восстановит эти тела и души умерших. Соединятся с телами и в таком состоянии придут на последний суд. Но до последнего суда есть еще вот этот частный суд, о котором говорит Господь, что человеку однажды надлежит умереть и затем суд. И что мы можем сделать? Сам-то человек уже после смерти своей ничего не может изменить. И поэтому царь Давид, премудрый, говорит, не мертвые восхвалят тебя Господи, но мы живые. И вот мы живые, совершаем поминовения, то есть молитвы возносимого покоения умерших. Стараемся творить милостыню, чтобы эта милостыня у милости вела Бога, а усопшим человеке. То есть стараемся накормить нуждающихся, одеть нуждающихся. Часто спрашивают, можно ли раздавать вещи умершего человека, почему же нет, если они хорошие. И если, особенно в наше время, теперь так много таких нуждающихся людей, отдать человеку, вспоминая такого-то раба Божьего или такую-то рабу Божью. И вот о душе, о первых днях ее жизни, насколько важно молиться и творить вот эти поминовения об усопшем. Мы находим объяснение этих первых дней у преподобного Макаре Александрийского. Я прочитаю вам об этом. Он спросил явившегося ангела. Когда отцами предано совершать в церкви приношение Богу за усопшего в третий, девятый и сороковый день, то какая из того происходит польза душе приставшегося? Ангел отвечал, Бог не попустил ничему быть в церкви своей неблагопотребному и неполезному, но устроил в церкви свои небесные и земные таинства и повелел их совершать. Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби. Что это за приношение? Прежде всего, конечно, это молитва о душе умершего. Это и панихиды, это чтение псалтири, это чтение Евангелия, это чтение канона об усопшем. То есть это специальные такие молитвы, которые есть в молитвословах, в канонниках наших. И вот душа облегчается от скорби и чувствует от разлучения с телом эту скорбь. Получает потому, что словословие и приношение в церкви Божьей за нее совершено. То есть мы молимся о умершем, человеку становится, душа человека становится легче. Отчего в ней рождается благая надежда в этой душе. Вот у души появляется благая надежда на милосердие Божье. Это благодать Божья совершает такое Божье дело. Ибо в продолжении двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящее тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилось с телом. Иногда около гроба, в котором положено тело. И таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнездо. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду. В третий же день тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражании его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. Итак, благое церковь имеет обыкновение совершать в третий день приношения и молитву за душу. После поклонения Богу повелевается от Него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя своего Создателя Бога. Созерцая же все это, она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если она виновата в грехах, то при виде наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря, «Увы мне, сколько я осуетилась в том мире, увлекшись удовлетворением похоти, я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу как должно, дабы можно было и мне удостоиться этой благодати и славы. Увы мне, бедный». В Писании мы можем найти похожее место, когда Господь говорит притчу о богатом и бедном Лазаре. Бедный Лазарь мы знаем за то, что безропотно терпел скорби, посылаемый ему, был вознесен ангелами, душа его была вознесена на лоно Авраама, то место, где находятся праведные души. А вот богатый человек, который пировал изо дня в день, он оказался в геене огненной. И вот он оттуда, сокрушаясь, вот какая-то душа, о которой мы сейчас прочитали, обращается к Аврааму и говорит, «Отче Аврааме, скажи этому Лазарю, чтобы он омочил палец в воде, капнул мне в рот, потому что я страдаю здесь от жажды». Ну, дальше вы об этом можете прочитать сами в Евангелии, а мы прочтем, что же происходит с душой. «По рассмотрении же в продолжении шести дней всей радости праведных, душа опять возносится ангелами на поклонение Богу. И так хорошо делает церковь, совершая в девятый день службы и приношения за усопшего». То есть церковь-то не только священник и священнослужитель, панамари, певчи, но имеется в виду общество верующих людей, верующих в Бога, церковь, не храм, не отдельные какие-то служители, а вот родственники, близкие, все приходят, они же все хотят чего? Чтобы душа упокоилась в Боге, поэтому Бога нужно молить в эти дни о покоении этой души. И так вот важно собираться всем, не просто вот многие пришли, «Батюшка, служите панихиду, а у меня дела есть, я побежал по своим делам». Нет, вместе нужно и родственников, давайте все вместе помолимся. Такая вот, тогда будет польза для души умершего. «После вторичного поклонения владыка всех повелевает отвести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и разнообразные мучения нечестивых, находясь в которых души грешников непрестанно рыдают и скрежещут зубами. По этим различным местам мук душа носится 30 дней трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. В сороковой день опять она возносится на поклонение Богу, и тогда уже судья определяет приличное ей по делам ее место». Вот мы видим, насколько важно совершать поминовение, молитву, вспоминать о человеке в третий день после его смерти, девятый день и сороковой день. Ну и вообще в продолжении всех этих сорока дней необходимо молиться о душе усопшего, чтобы если уж он не успел по каким-то причинам этот человек совершить добро, то мы стараемся за него ходатайствовать, творить во славу Божию и в память о нем добрые дела. И тогда те, кто творят добро, войдут в жизнь вечную, а те, кто не творит добро, соответственно, только делал какие-то злые поступки, допускал в муку вечную. Ну вот примерно так, братья и сестры, я вам отвечу на ваш вопрос. Храни вас Господи, молитесь за усопших, и помните, что этот час каждого из нас ждет. Нужно готовиться, успеть. Продолжение следует...